Самый, наверное, сложный и дорогой объект парки. И в то же время самые востребованные по нашим исследованиям горожане требуют восстановления пруда в первую очередь. В настоящее время необходимо разработать проект «Эсмету» по восстановлению пруда. Работы здесь много. Предстоит комплексное благоустройство. Нужно обновить не только аварийные мостики, но и саму чашу. Сейчас, даже если ее заполнить водой, озеро не получится. Оно просто уйдет под землю из-за многочисленных трещин. В советское время пруд в Изумрудном был одним из самых популярных мест отдыха граждан. В наше время оба моста на островок признаны аварийными. От главной изюминки парка осталась лишь виноградная косточка. Напомним, по предварительным подсчетам специалистов, на восстановление пруда придется потратить не менее 50 миллионов рублей. А в целом на благоустройство парка только в этом году выделили более 90 миллионов краевых и городских средств. В два раза меньше освоили в прошлом. В этом году здесь появятся уже спортивные площадки и появятся детские площадки. Есть еще этапы. Это этапы 22-го года, 23-го года включительно. Я думаю, что и правительство, и мы поддержим эти объемы финансирования для того, чтобы все-таки нам в обозримом будущем, а именно в 24-м году, здесь закончить все мероприятия. А между тем в парке продолжают обустраивать дополнительные велодорожки. Та единственная, что была, уже не справляется с оживленным трафиком. Сейчас убрали весь этот бурелом и сделали прекрасные дорожки. То есть я точно знаю, что для выдува собак будет здесь место и для прогулок с детьми. Здесь часто гуляю и велодорожки очень активно используются. Молодежь катается, люди пожилого возраста уже активнее стали, потому что есть возможность где покататься. То есть появилось место, где люди могут отдохнуть, с детьми прокатиться. В ближайшее время здесь приступят к восстановлению центральной аллеи, которую в Узумрудном называют визитной карточкой. Здесь появятся фонари, новые урны и скамейки. А в 2024 году поставят финальную точку восстановления парка. Алексей Поляков, Александр Лизратов. День с толком.